В начале заседания губернатор Подмосковья обратил внимание на проблему нехватки врачей в больницах. Андрей Воробьев дал поручение своим заместителям и главам районов составить дорожную карту по привлечению врачей в Подмосковье. И добавил, что в первую очередь нужно создавать жилищные условия для специалистов. Губернатор области обратил внимание на работу муниципалитетов по сокращению численности аппарата чиновников. Такую работу нужно провести системно с, безусловно, обсуждениями с главами муниципалитета городов. Но это все позволит нам высвободить, сэкономить очень заметные, очень приличные деньги. Оптимизация численности госслужащих в Московской области позволит сэкономить порядка 1 миллиарда рублей в год. Сэкономленные деньги могут быть направлены на здравоохранение и образование. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главам взять на контроль цены на продукцию хлебокомбинатов. В Московской области строятся детские сады, школы, поликлиники, при этом создают их исключительно по типовым проектам. Министерство строительного комплекса выпустило каталог типовых проектов социальных объектов, построенных в Подмосковье. В него уже включили более 30 проектов. Типовые проекты позволят нам экономить на проектирование от 30 до 40% стоимости. Проекты, та библиотека, которая выбрана, защищена, в принципе, состоит из лучших, самых комфортных, современных социальных учреждений, с одной стороны, с другой стороны, без каких-либо дополнительных излишеств. Сегодня мы примем постановление, которое строго регламентирует этот порядок. Еще один вопрос, который обсудили на расширенном заседании правительства Московской области, это работа по внедрению единого информационного расчетного центра. Разработана типовая дорожная карта по внедрению системы. В зеленой зоне по внедрению ЕРЦ находятся Сергио-Пасадский, Клинский, Пушкинский районы. Система работает и платежи собираются. Наш район находится в лидерах по сбору платежей за первые три месяца текущего года. Ирина Самойлова, Алексей Галкин, День города.